Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск День за днём в студии Олег Соловьёв. О событиях, которые нам показались интересными, расскажем прямо сейчас. Немые свидетели прошедших лет. Уникальные книги Десногорской библиотеки. По мнению многих исследователей, данная книга ставится даже выше известного словаря Ожегова. Мастер-класс по трясировке собак. В ходе сборов ребята не только познакомятся с особенностями службы в различных силовых структурах и ведомствах. Ежегодно розничные сети выбрасывают порядка 700 тысяч тонн продуктов с истекающим сроком годности. Среди них молочка, колбасные изделия, мясо и рыба, фрукты и овощи, бакалея и прочее. Можно ли отдавать всё это нуждающимся россиянам? Ассоциация компаний розничной торговли назвала условия, при которых такое было бы возможно. Ритейлеры рассчитывают для начала получить освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль с просроченных товаров. На данный момент в законодательстве передачи продуктов питания в благотворительные фонды и социальные учреждения не прописано, поэтому они облагаются всеми принятыми налогами. В Госдуме готовы рассмотреть такие предложения и даже изменить законодательство. Обсуждения состоятся до конца года. Несмотря на развитие современных технологий, которые помогают в поиске информации, библиотека по-прежнему остаётся особым местом, где человек учится думать и размышлять. О Центральной Десногорской библиотеке далее в сюжете. Книга-хранилище – самое сердце библиотек. В этом месте, обычно скрытым от посторонних глаз, хранится настоящее сокровище. Тысячи книг, которые в ожидании своего читателя. Центральная библиотека Десногорска работает более 40 лет. За это время сформировался немаленький книжный фонд. Сегодня он составляет более 100 тысяч экземпляров. И каждый из них имеет своё определённое место. Каждая книга пронумерована. Благодаря этому её можно легко и быстро отыскать. Тематика книг библиотеки разнообразна. Начиная от, естественно, научной литературы и заканчивая художественной. Особая гордость Десногорской библиотеки – отдельный редкий фонд. В него входят уникальные экземпляры не старше 1950 года. А это уже настоящий антиквариат, представляющий историческую ценность. Уникальное издание – четырёхтомник толкового словаря русского языка под редакцией профессора Ушакова. По мнению многих исследователей, данная книга ставится даже выше известного словаря Ожегова. Словари, энциклопедии и, конечно, художественная литература – труды классиков и современников своего времени. Пожелтевшие страницы и старенькие обложки и сейчас, спустя много десятков лет, готовы учить и просвещать. Самым ранним изданием, которое имеется в нашей библиотеке, является академическое издание сочинений Александра Сергеевича Пушкина. Это самое глубокое исследование творчества знаменитого поэта. Уникальное оно ещё и своим возрастом. Книги выпущены в 1933 году. Но даже сегодня качество и основательность, с которой они были сделаны, вызывают восхищение. Снабжено издание иллюстрациями, на которых находятся, например, черновики стихотворений поэта, написанных его рукой. К особым книгам особое отношение. Антикварные экземпляры домой не выдают. Ведь задача библиотекарей – сохранить эту частицу истории на долгие и долгие годы. Олег Соловьёв, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В России закроются сотни автосалонов. Такое мнение высказала Ассоциация российских автомобильных дилеров. В письме президенту России Владимиру Путину эксперты сообщили, что грядущее повышение утиль сбора приведёт к очередному повышению цен на автомобиле. Такой сбор – это плата за будущую переработку транспорта. Он введён в 2012 году, и его оплачивают все автопроизводители. А в условиях и без того падающего автомобильного рынка многие компании могут решить закрыть точки продаж. Прекратить работу, по прогнозам, могут от 200 до 3000 дилерских центров. Это, в свою очередь, повлечёт за собой увольнение более 20 тысяч сотрудников, занятых в этой сфере, а также сокращение налоговых поступлений. В России зафиксировали рекордное число мигрантов. За январь-июль текущего года уже прибыло более 150 тысяч человек. Это в два раза больше аналогичного периода прошлого года. И самый высокий показатель за последние 10 лет. Одной из причин этого назван новый метод статистической отчётности. Кроме этого, если раньше многие иностранные граждане приезжали и затем покидали Россию, то теперь всё больше из них предпочитают оставаться в Российской Федерации. Подавляющее число приезжих – жители стран СНГ – Узбекистана, Таджикистана, Армении. Также немалый поток людей из Украины. Среди стран дальнего зарубежья в Россию охотнее всего едут из Китая, Сербии и Сирии. В Смоленской области полицейские кинологи и их четвероногие напарники провели для юноармейцев мастер-класс по дрессировке собак. Подробности в сюжете. Сотрудники Центра кинологической службы Управления МВД России по Смоленской области посетили юных смолян во время их учебных сборов в деревне Жуково Смоленского района. Военно-патриотические сборы были приурочены к столетию со дня рождения героя Российской Федерации Михаила Калашникова. В них приняли участие 81 человек – представители всех 27 муниципальных образований области. В ходе сборов ребята не только познакомятся с особенностями службы в различных силовых структурах и ведомствах, но и проявят себя, покажут свои качества, продемонстрируют свои умения, ну и, конечно же, познакомятся друг с другом. Полицейские кинологи рассказали юноармейцам о работе Центра, о воспитании служебных собак и о том, с какими заданиями им приходится сталкиваться в повседневной работе, находясь на месте преступления. Свои способности наглядно продемонстрировали и четвероногие напарники сотрудников полиции. Специально для юноармейцев кинологи провели тренировочный поиск служебной собакой, заложенного имитатора взрывного устройства. Самые смелые из ребят не побоялись выступить в роли преступника и оказаться задержанным. Со всеми заданиями гости из МВД справились на отлично. Ребята остались в восторге от проведенного мастер-класса по дрессировке собак, а те, в свою очередь, разрешили себя погладить. Виталий Волков, Владислав Полоскин, Есна-ТВ. 12 октября в областном центре пройдет ярмарка выходного дня. Планируется, что к событию присоединятся еще 23 района области. На ярмарке будут продаваться товары в среднем от 70 производителей. Можно будет купить мясо, рыбу, хлебобулочные и кондирские изделия, орехи, грибы, мед. Всего порядка ста наименований. Контроль за качеством продукции, предложенной к реализации, будет осуществлять Главное ветеринарное управление Смоленской области. При этом товаропроизводителям рекомендовано установить цены на 20-30% ниже рыночных. В Десногорске ярмарка выходного дня состоится в субботу, 12 октября в районе Центральной библиотеки. В конце выпуска о погоде. 11 октября в Десногорске пасмурно и дождливо. Температура днем плюс 10, ночью плюс 8. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассников, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!